Между тем, екатеринбуржцы в сетях активно обсуждают аномальную погоду в столице Урала и празднование так называемого Старого Нового Года. Раньше, в этот период времени, девушки любили гадать при свечах. А теперь заглянуть в будущее все чаще предпочитают в режиме онлайн. Надежда Маркова присоединилась к ним в рубрике «Клик народа». Весь мир с нетерпением ждет новостей из России. Хватит ли у русских сил отметить Старый Новый Год? Двухнедельный праздничный марафон наконец подошел к концу. Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, а там и до лета рукой подать. А жаре икатеринбуржцы грезят всю зиму. Судя по топотам самых частых запросов в поисковике, горожанам очень холодно. Все мысли и клики о том, где купить валенки, как в мороз завести машину и когда же потеплеет. А прогнозы между тем грозят ледяным апокалипсисом. Рейтинг популярности новостей в рубрике «Клик народа». Пара носков на одну ногу и трусы с начесом. В начале недели горожане только и делали, что пытались не замерзнуть. Что ни день, то новый температурный рекорд. На окраине Екатеринбурга столбики сползли аж до минус 40. Хорошо, хоть апокалиптический прогноз нашего канала, прогремевший на всю страну, не сбылся. Все остались живы и спирт, вопреки опасениям, не замерз. Резкое похолодание запомнилось не только хэштегом «минус 215 градусов по Цельсию». Умилило пользователей и акция ресторана быстрого питания, бесплатно накормившего бомжей бургерами. И пусть бездомным по-прежнему холодно, зато не голодно. Праздник, который всегда с тобой. Горожане готовятся поставить жирную точку в новогодних гуляниях, встретить старый Новый год. У тех, кто не успел поставить елку, есть последний шанс сделать это. В соцсетях пользователи подводят итоги минувших каникул. Они исчисляются в тоннах оливье и мандаринов, а также в минутах, которые выпали из памяти из-за возлияния без меры. Как пройдет год, встреченный на широкую ногу, остается только гадать. Сейчас время святок. В интернете можно найти тысячу и один способ предсказать будущее. Но используя свечи и бросаясь валенками, будьте осторожны. А то придется дополнительно гадать, кто – пожарный, полицейский или врач ваш суженый. Гадалки не ходи, но Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров сегодня на любом канале. Многим телезрителям это надоело. Они объявили сбор подписей под обращением «Прекратите это телебезобразие». В качестве текста петиции приводятся слова музыканта Максима Фадеева. Он первым заявил, что «за голубой огонек сейчас приходится краснеть». Праздничные телепрограммы, утверждает противник Пугачевой и компании, из года в год прежние. Не меняются ни формат, ни артисты. Сама примадонна российской эстрады на эту шумиху отреагировала спокойно. Говорит, в очередной раз убедилась, что поклонников у нее больше, чем злопыхателей. Прислушаются ли критики руководителей телеканалов? Увидим через год. А вообще шоу must end. Пора уже менять новогоднее настроение на рабочее. Самый действенный способ – с глаз долой и сердца вон. Убирайте елку, прочую мишуру и остатки былой роскоши. А то так и будете жить прошлым. Впрочем, новую жизнь тоже в раз начинать не стоит, говорят психологи. Ни к чему хорошему кардинальные изменения не приведут. Расслабьтесь, для этого есть целый год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова